Ученик 37-й школы Дима Барановский. Мальчик скромный, а потому о своем подвиге рассказывать сверстникам не стал. Однако его поступку придали гласные спасатели. Они приехали в учебное заведение, чтобы поблагодарить Дмитрия за помощь в работе и поощрить. А также рассказать другим ребятам о том, как следует поступать в чрезвычайных ситуациях. Пример 10-летнего мальчика показателен, ведь именно его отклик на предполагаемую опасность в виде возгорания помог спасти пенсионера, в квартире которого произошло задымление. Мужчина, оставив на газовой плите кухонную утварь, отправился спать. Такая неосторожность и спровоцировала критическую ситуацию. Подразделения прибыли сразу же к этому дому, поднялись на этаж, предполагаемая дверь была закрыта, наши работники ее вскрыли. Было очень плотное задымление в квартире и, пользуясь аппаратами сжатого воздуха, наши работники вывели из квартиры мужчину. Моя роль была только в том, что я позвонил в Министерство чрезвычайных ситуаций. Это было приятно, когда вся школа собралась только из-за того, чтобы посмотреть, как награждают меня обычного человека. О правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. По словам мальчика, он и его одноклассники хорошо знают с начальных классов. Уроки преподавателей и наставления родителей не прошли даром. В этот день слова искренней благодарности за воспитание сына спасатели выразили родителям Димы Барановского. С самого детства учим. Где-то разговор, где-то игровая такая постановка. Но в основном, конечно, в школе. У них постоянно проводятся часы, постоянно на линейках доклады какие-то. В основном школа, конечно. В заключении торжественной встречи ученикам 37-й школы сотрудники МЧС показали обучающий фильм о том, как следует вести себя в чрезвычайных ситуациях. В очередной раз напомнив о правилах пожарной безопасности. Спасатели не обошли стороной и актуальную в преддверии новогодних праздников тему опасных игрушек, петард, фейерверков и других пиротехнических средств. Призвали к ответственному отношению и предельной внимательности. Уважаемые наши родители, в преддверии новогодних праздников обращайте, пожалуйста, внимание, есть ли у вашего ребенка петарды, друзья его не предлагают ли ему попробовать, как это она запускается. И ни в коем случае сами не позволяйте ему запускать петарды, потому что это опасное дело, может привести к травме у ребенка. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.